Мик, как ты укладываешь свои волосы? Расскажи по этапу, на что ты делаешь и кто тебя стрижет. Волосы я укладываю, в принципе, не так уж и сложно. У меня такой тип волос, что он не поддается укладке, поэтому после мытья головы я сразу наношу на волосы пенку для волос. Так, все, ее... Короче, чтобы она была на каждом волоске, расчесываю расческой, чтобы пенка впиталась. Волосы влажные остаются, я их не сушу феном, я жду, пока пенка максимально высохнет. Потом еще раз расчесываю их, и уже когда вижу, что там какие-то остались влажные волоски, уже досушиваю феном. После этого начинаю укладку. Если я кручу кучеряшки, беру плойку и накручиваю их, и запшикиваю лаком. Тут, ну, тоже сложного ничего нет. Хотя, разве что подождать два часа, пока высохнет пенка. Какая у тебя заветная мечта? Моя заветная мечта, вот именно моя для меня, это быть всегда нужным людям, всегда любимым людьми, большими массами или кем-то одним. В целом быть всегда нужным, чтобы от тебя вот что-то зависело, чтобы ты мог что-то поменять в жизни других людей. Я стремлюсь к этому, я к этому иду, и я надеюсь, что я смог бы как-то помогать, влиять на жизнь и на судьбы других людей, которые, вот возможно, сейчас себя чувствуют так же, как вот когда-то в школьные годы неуверенно чувствовал себя я. Кристина Си, это же Кристина Си, артистка Тимати. Ну, это, наверное, кто-то другой. Так, что лежит в твоей сумке, можешь наглядно продемонстрировать. Так, вот мой рюкзачок, могу. Ой, могу, наверное, запросто. Боже, что сейчас все выкладывать? Ой, боже, все это, я уже не помню, что я туда понапихивал, но у меня реально в сумке бардак. Так, или все прям выболит, я честно. Так, есть очки. Очки такие, кстати, закрывающие пол лица. Они одни из моих любимых. Вот, ну ладно, так, положим. Не знаю, видно это, нет? Ну, это дальше. Кошелек с заработанными честным трудом деньгами. Духи, мои любимые, Энджел Шлессер. О, боже, электрошокер. А-а-а! Ой, а можно пшикнуть им? Чтоб люди увидели. Так, не знаю. А-а-а! А-а-а! Он разрядился! А-а-а! 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 Так, вот вы видите, хейтеры. Кто меня не любит, вот что вас ждет. Ха-ха! Так, что там дальше у нас? Так, электрошокер. Со мной мой микрофон. Ну, один из моих самых любимых микрофонов. Объясню, почему я его ношу с собой. У меня после конференции запись на студии. Вот, и просто именно в этот микрофон мой голос звучит так, как я хотел бы его слышать. Другие микрофоны не так. Это очень важно. Даже микрофон для записи, для каждого артиста. Ну, зарядка. Для телефона. Влажные салфетки. И контейнеры для линз. На всякий случай вдруг выпадут глаза. Так, что еще? Паспорт. Ого, боже, сколько я всего с собой ношу. Ключи от дома. В котором деньги лежат. Так, я это все складываю. Да? Складываешь, правильно? Все. Ужас. Ну, вот это я, конечно... Ну, там еще всяких много мелочей, но я их не буду доставать. Они такие уже не сильно актуальные и важные. Идем дальше. Привет, Фил. Два вопроса. Что ты помнишь о своем первом школьном дне? У тебя очень красивые зубы. Как ты за ними ухаживаешь? О первом школьном не помню ничего. А о зубах. О зубах. Просто я их чищу, ну, зубной пастой. Зубы у меня ровные такие, без всяких брекетов и не вставные. Только потому, что в детстве мама била меня реально по рукам, по зубам, когда я пытался языком как-то эти зубы там трогать и так далее. Она говорит, не трогай, они вырастут вот такие, какими они вырастут, ровными. Если будешь трогать языком, ты постоянно нарушаешь вот эту вот... Короче, ну, они поворачиваются начинают как-то. Так что, если меня смотрят молодые мамочки, и у вас родились маленькие детки, у которых проезжаются зубки, запретите им языком трогать. И даже вплоть до того, что бейте их, потому что... Боже, что я несу? Какой ужас! Ну, реально, ну, по-другому вы не научите детей. Бейте по губам, чтобы они не трогали языком зубы. Вот, потому что сейчас лечение и вставка брекет-систем, она очень дорого стоит, и она не по карману вот каждому, каждой семье. Там... Ну, это очень дорого, и... Тем более, сейчас кризис. Так, кто... Фаина пишет, кто вкладывает в тебя деньги? Родители? Или у тебя есть продюсер? И сколько в среднем нужно вложить, чтобы стать звездой? На самом деле, чтобы... Начну со второго ответа вопроса. Чтобы стать звездой, если ты умеешь монтировать видео, делать аранжировки, сводить это все, там, снимать, в принципе, нужны минимальные затраты. Если же ты ничего не умеешь делать, то, конечно, да, нужны очень грандиозные, большие затраты, вложения, потому что, ну, нужно идти к профессионалу, и профессионал уже с тебя сдерет три шкуры. В нашем украинском шоу-бизнесе очень многие профессионалы, они не профессионалы, и они пытаются тебе внушить, что ты должен заплатить чуть ли не стоимость квартиры за съемку клипа. И многие вот начинающие артисты и звезды на это попадаются, на такие вот уловки. Мне очень жаль таких звезд, но таких артистов, но ничего страшного. Может понадобиться на раскрутку миллион долларов и не раскрутиться, и ты не раскрутишься. Или же, может быть, там, ты потратишь 100 тысяч долларов, или даже, блин, минималку, там, 50, даже 20, и станешь суперзвездой. Если ты умеешь многое делать просто, если ты сам ходячий продакшен. Вот как группа The Hard Kiss. Вот Валерий Бибко, он умеет делать практически все. Они сами наигрывают свою музыку, не пользуясь услугами аранжировщиков и звукорежиссеров. Они сами это все сводят, свои треки. У них свой такой продакшен по производству клипов, и они затрачивают, ну, минимальные деньги. У них Слава Чайка, стилист, который придумывает образы. Вот это вот The Hard Kiss, пример ходячего продакшена, который делает реально все очень дорого и круто, но вкладывает в это минимальные вложения. При этом они суперзвезды. А, насчет родителей. Нет, мне не вкладывают деньги родители, и продюсера у меня нет сейчас. Все, что вкладывается в меня, это все мои заработки. Я все делаю сам. О, классный, классный вопрос. Песня. Выберите из трех представленных наиболее симпатичную вам песню. «Винтаж мальчик», «Никитай, скусаю», «Мадонна», «Бич, ай, Мадонна». «Винтаж мальчик» — это песня реально моего детства. Я помню 2007 год. Она вышла, по-моему, в 2007 или 2009. Я постоянно чувствовал себя вот таким мальчиком, о котором поется в этой песне. Я постоянно ее слушал в наушниках. Вот, эта песня очень мне нравится. Но вот все-таки последняя, «Бич, ай, Мадонна», вот этот сумасшедший клип Мадонны, который все спародировали, что она якобы уже взрослая женщина, чуть ли не бабушка там, да, а ведет себя как подросток. Но, тем не менее, мне очень понравился этот клип и песня. И песня у меня даже есть в плейлисте, поэтому «Бич, ай, Мадонна» я все-таки выбираю, а «Мальчика» оставляю в прошлом. Никиту не комментирую, потому что мне не нравится эта песня. Тей-тей. «Филипп, ты неоднократно говорил, что твоя любимая певица Бритни Спирс. Сейчас ты говоришь, что уже Тейлор Свифт. Почему изменились вкусы? Кто помимо этих певиц тебе нравится из западного шоу-бизнеса, на кого стараешься равняться?» Объясню. Бритни Спирс была моей любимой певицей очень долгое время, потому что она вдохновляла меня тем, что я находил в ней себя. Она была таким изгоем мирового шоу-бизнеса, изгоем прессы, изгоем людей, которые ее окружали. Когда она там побрилась на улице, когда вот этот был темный период ее жизни. Но потом она сумела собраться, встать, встать с колен и реально выпустить несколько успешных альбомов. Самый мой любимый – это «Серкус» 2009 года выхода. Там даже есть фильм «Как ей тяжело было вернуться на сцену». Бритни Спирс «Жизнь за стеклом» называется. Этот фильм меня очень вдохновляет. Я видел в ней на тот момент себя. Сейчас Бритни, она стала вот таким именно, больше коммерческим таким вот проектом, продюсерским. Ей руководят продюсеры, она практически вот ничего не решает. Она может поулыбаться там, как ей сказали, прийти туда, куда ей сказали. Она вот стала немножко, как сказать, вот как проект, как вот показательная такая певица и личность для всего мира. Для меня она стала пустышкой. Продолжение следует...